Что еще в публичном доме? Ну, в публичном доме то, что как бы женщины бесчувственные, как машины. Это в публичном доме, да? Ну да. Так они, испанцы, что больше хотят сходить в публичный дом, чем жениться, например? Ну, мне это один только мужчина сказал. Я не могу сказать за всех испанцев. Я его просто спросила, зачем вот так вот это надо собирать туристок. В моем понимании это риск. Мало ли, и домой еще тащить, мало ли, может, она там ограбит или еще напоит чем-нибудь. Тоже люди же все разные бывают. Ну да. Не знаю. Вот зараза их не заразит. Ну, они говорят, что наши русские женщины очень стараются в постели. Ну, видимо, в надежде, что понравится, чтобы их перевезли в Испанию. А, это такие подробности знают испанцы, да? Да, они все знают. Все знают, да? Они это давно расчухали. Ага. И тут, вы знаете, самое позорное, я с женщинам расскажу, что они еще этим гордятся как своими спортивными вот этими достижениями. И у них есть блокнотики, в которых они еще все это вот как-то расписывают. Подробно? Ну да. Ну да. Свои коллекции. А, коллекции. Рассказы. Женщин, да? Девушек? Да, женщин. Так что вот будьте женщины очень осторожны. Может, уже ютуб-каналы ведут? Очень осторожны. Я когда это узнала, мне так плохо стало вообще. Да, интересно. А может быть, они знакомятся все-таки еще в плане того, чтобы найти состоятельную даму какую-нибудь такую, которая там будет содержать его? Да. Как вы думаете? Какие варианты? Может быть. Вот у нас даже одна женщина рассказывала, она работала в семье. И там семья была, муж, двое детей. И этот муж случайно знакомится на пляже с русской, у которой, значит, вилла и деньги. И она ему обещает, что она его пристроит в какую-то организацию там, где он будет хорошо зарабатывать. И он не глядя бросает детей и женой. И в фанку даже, да? И уходит даже. Меркантильный, как назвать, да? Да, тоже мужчин, тоже меркантильный. И все у него удалось, все его устроило, на вилле жил, да? Да. Все нормально. Да, интересный вариант, конечно. Все понятно. И как дальше? А вообще вот сущность испанца, расскажите вот свое мнение. Сущность испанца вообще? Ну, сущность испанца, ну, я думаю, что они, во-первых, инфантильные какие-то. Ну, нет, конечно, есть всякие разные, всякие есть люди. Нельзя всех подругать ребенку. Ну, основная маста, у них очень много живут с родителями чуть ли не до 30 лет. Они живут вот так. Они любят вот эту пятницу, бутильон, так он называется, они ходят пьянствовать. То есть все ночи напролет ходят пятница, суббота. Они пьянствуют. И женщины у них тут такие же, как у нас мужчины, они ходят, вот эти испанки. Они ходят молодых парней, снимают. А, у них испанки? Да. Молодых парней снимают, испанцев, да? Серьезно? Да, да. Тут вообще вроде, как я слышал, что там в Европе сложно познакомиться. На остановках не знакомиться. Да, это да. А где же они знакомятся в барах? А вот они там знакомятся, проведут время и разбегутся, и все. Эта испанка может даже снять молодого мальчика, да? Спокойно так? Спокойно. Интересно, что-то не слышно. Я думала, наоборот, они такие хорошие там, нет? Нет. Они где-то вот болтаются вот так до 40 лет. Девушки? Да. А потом уже начинают думать, что надо вот что-то вот уже в семью заводить. До 40 лет даже я верила? Ну да. А как вообще вот испанки-подружки есть у вас? Ну, когда в Бедрерсте жила, были. Ну, здесь, так как здесь очень много русских, как-то вот не особо получается. Ну, и есть соседки просто. Соседки? А вообще, кто тут испанка, например? Что? Испанка, расскажите вообще, ну, кто такие испанки? Как характер вообще, вот, менталитет? Ну, вот у меня была, это Кончита ее звали Кончи. Испанка. Кончита? Она вообще никогда не была замужем. Она сказала, что ей детей не надо. Угу. И... Какая-то она была... Она вообще очень странно одевалась. Она одевалась с милитарией. У нее такие ботинки были на шнурках до колена. Угу. Такие вот эти штаны. И, не знаю, она очень странная. Странная? Такая хиппи какая-то, что ли, да? Какая-то хиппи. А потом мне Син сказал, что она, типа, там, марихуану курит. А, марихуану курит. Ну, вот они какие-то такие, вот, волосы, что-нибудь такое. Угу. Вот. Подружка есть тоже, Кати, француженка. Это тоже марихуану курит. А, тоже они все курят, да? Да, они курят прям, вообще не стесняясь. Я с Кати просто лежала на пляже, там, она спокойно достала, закрутила и закурила. Ну, есть нормы, по-моему, в России могут за это дрюкнуть, а здесь вообще, по-моему, спокойно, по закону. Интересно. А вообще, вот, различия менталитет, например, все-таки, вот, испанцев, например, и наших русскоговорящих мужчин. Татьяна, как для вас? Ну, испанцы здесь все-таки, они как слушают женщину. То есть, если в семье, руководит женщина всегда. Всегда, в основном. Я, во скольких семьях я работала, не видела, чтобы мужчина руководила никогда. Всегда женщина правит, да? Всегда женщина правит. Вот. И мужчины очень боятся, что они ей угождают, потому что, если есть дети, есть уже какое-то имущество, то, если они разведутся, все. Он просто улетит без штанов, при том, даже есть такие случаи, что он должен, пока дети взрослым не станут, он должен еще и даже эту ипотеку на квартиру оплачивать. Где они живут, да? Хотя он сам уже может. Снимать где-то квартиру, и плюс еще эту ипотеку оплачивать. Вообще, какая жесть такая. Так, что поэтому они не особо стремятся тут жениться. И вот я тоже думаю, почему Хуан Мануэль женился на меня. Ну, ведь потому что ремонстранка. Ремонстранка? А, потому что проще, да? Да, потому что я бы ничего не смогла у него отобрать. А, вот он волновался вдруг чего-то, да? Ну, да. Вот у меня две версии. Да, интересно. А вот все-таки мужчины менталитетом чем отличаются от русскоговорящих? Мужчины, ну, ну, они очень такие ласковые. А, испанцы, да? Вообще, я никогда не слышала, чтобы они пытались унизить женщину. Такого нет вообще. То есть, очень, очень, это, вот даже когда мы ругались с Хуаном Эммануэлем, он даже, как бы, ну, ни разу не оскорблял меня. То есть, он, как-то более спокойно так это говорилось. Ну, мне вот еще кажется, что все-таки все равно я плохо тогда понимала и испанцев, и испанский язык. Может быть, что-то я и не поняла. Я просто переключаю, чтобы мне потом видео собрать. Ну, да. Это сложно, да. А вот дальше, что было вообще, как он дальше? Развелись, у вас же документы были? Ну, да, у меня уже были документы, пятилетняя тархета, коммунитария, она почти приближена к гражданству. А, да. И у моего сына такая же была. Вот. Я с Хуаном Эммануэлем не разводилась в 10 лет. Ну, не разводилась. Ну, ничего. Смысла нету, да? Ну, да. Он не разводится, я не развожусь. Я здесь жила. Угу. Я уже здесь встретила, там, другого мужчину, русского. И уже мы с ним стали жить вместе. А, вот тогда, да? Да. И вот я до спортсменов живу, и все нормально. А вообще, вот почему-то все-таки я тоже заметил, что и русские мужчины, и русские девушки убирают как все-таки русскоговорящих в Испании. Вот. И в Европе быстрее, в Германии. Это очень тяжело. Жить с человеком не твоей ментальности. Очень тяжело. Вот. Даже вот сказать, что я сильно переживала, что он там не платит. Ну, я же говорю, что я нашла этих квартирантов. Угу. Получается, что как бы я не страдала. Ну, как бы, ну, страдаешь вот от того, что ему не нравится то, что ты готовишь. Мне не нравится то, что он готовит. Он лучше готовил, в принципе? Да. Он много готовил. Но он все очень острый готовил. Я такой не могла есть. А, ну, смотри. Еще он, ну, он меня все время называл холодным. Потому что я никак не могла выучить это, что надо говорить ула кореньо. Мыстас кореньо. Это что значит? Ну, то есть, как дела, дорогой. А, кореньо дорогой. Да, да. А я не могла вообще не делать. У меня вообще не лезла никак. Сказать ему дорогой не лезла? Нет. Ну, получается, такой вот полтора года содержать. А как вообще все это время полтора года жили? Получается, так внутри психологически сложно очень было? А, так я вам говорю, что я с утра дольше работала. А, некогда было думать, да? Я, знаете, вот это с утром отработаю утром. Угу. Домой приду, по душам помоюсь, поем, полежу и на вторую работу. А, сразу же. А когда лето начиналось, там вообще выходных даже не было. Угу. Содержит мужчину. Вот так вот как-то. Я вот слышал такое интервью брал у одной девушки, что она говорит, испанцы ищут таких вот русскоговорящих, чтобы на нее сесть. Да. Потому что… Есть такое, да? У меня тоже такое есть в смысле, что, скорее всего, есть у нас женщины, которые содержат испанцев. Угу. И поэтому, значит, он был уверен, что я буду его содержать. А, это что-то, типа, законов вы не знаете? Ну, да. И получается… Почему он решил, что я буду его содержать? Не знаю. И он долго так думал до конца жизни, что содержать? Или как это? Слушай, все, что кончается, правильно? Ну, когда сын-то у меня приехал, сын уже был 19 лет. Угу. Он высокого роста у меня такой. Пол бы не давал? Ну, в общем, когда мы пришли, как раз от адвоката, я вам сказала, либо ты иди работать, и ты можешь платить за проживание, ну, пола, либо собирай чемоданы. Угу. Он что-то стал там жестикулировать, орать. Угу. Я сыну сказала, ну, скажи ему пару ласковых на русском можешь сказать. Ага. И он такой, ну, только подошел, только два слова сказал. Ага. Он как побежит из дома, и через 20 минут он принес и положил 300 евро на стол. А, сразу же. Я думал, полицию побежал вызывать, нет? Нет, нет, 300 евро сразу. А, 300 за проживание, да? Да. Ну, потому что, ну, вызвал бы он полицию, и что? И что? Полиция бы ему сказала, что если тебя не устраивают, уходи, живи. Ну, да, да. А ему некуда было уходить. А, сейчас объясню почему. То есть, чтобы ему уйти в другое место, здесь надо снимать квартиру. Ну, а в Битреросе у нас там, ну, это не туристический город, там в основном были дома, а они 700 евро, чтобы их снимать. А, минимальный дом такой, да? А комнаты это с латиносами езжать. А, вот так, да? Эти латиносы, они вот реально такие засранцы, просто невероятные. Серьезно? Да. Проверено это, да? Да. А почему за засранцы? Ну, не знаю, типа нет. У них а то вот одежда все может в углу и брошу убить. А на кухне вообще страшно. А, вот так. Это когда Хуан Мануэль ушел, да, к матери, к матери жить, я решила это поискать жилье как бы подешевле тоже. Угу. Вот я буду в дом, был двухэтажный, четыре спальни, и я там три дня одна пожила, мне так страшно было, и тем более там же вот бабушка умерла, и мне все время казалось, что она там летает. Привидение. Да. Поэтому дом. Привидение. Я решила себя найти. И вот я с тем столкнулась, что квартиры какие сдавались, они все 700 евро. Минем, да? Вот. И куда-сюда. И мне сказали, вот где тут эти латиносы создают эту комнату. Угу. И в общем, а когда в эту квартиру зашла, комната, это, в принципе, чуть добавить и квартиру можно снять, да? Где-то хотя бы здесь все. Ну да. Ну вот поэтому я сюда и переехала. И поэтому Хуан Мануэль тоже не уходил, потому что ну и куда бы он. А отец его не пускал, видимо, в дом. А вот такой. Отец, видимо, уже хорошо знал, что он вот так любит жить на халяву. Ну вообще так испанцев, у них как-то внутричное все дело, да? Сущность такая вот, где-то халяву найти вот так вот, да? Или как-то? Нет. Или не все? Я думаю, есть нормальные, работящие. Ну в общем, я тут один раз сказала, что у андалузов есть такая вот эта манера на халяву где-то жить, да. Прям мне тут стали писать сразу, что я это все обманываю. Ну, что все андалузы прямо трудолюбивые, ничего подобного. Трудоголики? Нет. Нет, нет. Вот каталанцы, да. Каталанцы, они трудоголики, да. Работящие? Да, очень работящие. Они заинтересованы тем, чтобы дети у них учились. И это вкладывает в детей каталанцы. Сами каталанцы очень сами, ну, развивать развитие. Вот с каталанцами интересно разговаривать, с испанцами нет. Они ничего не знают. Как вообще вам в плане интеллектуальности испанцев? Очень низкая. Очень низкая, да? Очень низкая. А с чем это связано? Не знаю. Они все время про еду разговаривают. Про еду? То есть, что они поели вчера, куда они ходили. А посыласоваться с ними можно как-то тем? Или они вообще не понимают, о чем это, да? Нет, нет. Вот с каталанцами можно и про политику говорить, и там, и они так много историю в России знают, и про Советский Союз. И про Брежнева, и про Горбачева. Испанцы еще. Я не знаю. Я не скажу за всех, которые были в моем окружении. Они вообще не знаю. Вот даже вот Хуан Мануэль со мной спорил и говорил, что Анну Каренину написал Достоевский. И он еще вот это... Понял, что мы спорим? Понятно. Анну Каренин, Лев Толстой написал. Он говорит, нет, Достоевский и все. А, вот так даже. Интересно. А вообще, какие вот здесь жизнеценности испанцев? Что-то у них какая-то там мечта там или как-то они там о чем-то... Наверное, не только поесть их, я думаю. Чтобы выиграть в лотерее миллион и не работать. А, вот так у них мечта. В лотерее миллион. А, типа, когда погасишь в апотеку, а дальше путешествовать не работать. А, почему? В общем, слова работа здесь нет, да? Нет, работы нет. Работы нет. Понятно все. Да, интересно. А как дальше вот с будущим мужем познакомились уже? То есть с настоящим мужем, извиняюсь. Ну, как познакомились, я сюда переехала. И надо было же как-то налаживать контакты тоже как-то. А, с русскоговорящими? Ну, не с русскоговорящими, я начала искать работу. Работа была на ней. В Лорейте, да? В Лорейте, да. Нет, я так все в Бедре-Росе ездила на автобусе, там работала. И в соцсетях так с ним познакомилась. А, в соцсетях, да, получается? Да. Получается, все-таки наши русскоговорящие, они другие немножко мужчины, да? Вот для жизни более чем вот испанцы, да? Ну, как-то вот, ну, не все, конечно. Не все? Не все. Тут женщины нашим скажу, что здесь украинцы, они осторожно. У них у всех дома семьи, они тут вот это обманывают и живут с русскими женщинами. Ну, в общем, это тоже несколько. А, там семья, она здесь работает и живет? Да, семья здесь. У нас одна женщина, так, шесть лет с мужчиной здесь жила. А потом стало тяжело, кризис начался. Он собрал чемодан и уехал домой к семье, и все. А, к своей семье в Украину? Ну, да. И все, да? А он у нее на квартире жил, она вот это, ну, это ее квартира была. Угу. Бесплатно у нее там жил и все. А, вот так вот специально, чтобы бесплатно жить, да? Ну, он работал, видимо, деньги там все домой посылал. А, вот так вот даже домой посылал? А ей-то он рассказывал, что он копит деньги, чтобы открыть на Украине бизнес там и что-то такое. Лапшу на уши, да? Не, ну, как говоришь, шесть лет жить, это столько же нельзя сам врать-то, как-то сложно. Ну, неужто она, наверное, не понимала, что как-то... Ну, я думаю, что закрывала глаза. Просто закрывала глаза, получается. Вроде комфортно сейчас и комфортно, да? Ну, да. Я не знаю, даже нормальной женщиной будет она на Украине даже шесть лет ждать-то мужчину, пока вот там деньги заработает. Да, а на Украине как она ждала? Я вот тоже не знаю, будут ли нормальные женщины ждать на Украине там шесть лет? Как это? Он ездил вообще в отпуск-то там? Ездил, ездил. Да, ездил, ездил. Ну, сложно так, как-то вот обманывать туда и сюда. Да, интересно. А мне еще так интересно, эти испанки мне говорили. Когда я говорила, что я с первым мужем развелась, в Ижевске я, из Ижевска. А, вы из Ижевска? Да, из Ижевска, да. Вот. И у них такая смешная такая реакция была. А, ты развелась, чтобы специально приехать в Испанию? Ты сейчас документы получила. Ах, вот ты зачем замуж вышла за Хуана Монеэля? Ты сейчас, типа, разведешься и сделаешь воссоединение, обратно съездишь, обратно выйдешь замуж за своего бывшего мужа. Ага. И, значит, это и привезешь. Я вначале понять не могла, зачем они мне все это говорят. А оказывается, это так латиноамериканки делают. Да? Как они делают это? Да. Это вот латиноамериканки так делают. А они дома у себя, разводятся. Это с Аргентины, с Кубы, да? Да, они разводятся со своим мужем. Едут сюда, находят здесь, обманывают старичка. Женятся, вот сколько там она, три года с ним живет. Получают постоянно документы, с ним разводятся и по воссоединению потом привозят обратно. Мужу? Мужу, да. А там муж ждет, да? А муж ждет, сидит там. Офигеть. Что там от него на средство получается, эта старичка, да? Не знаю, не знаю. Какие-то схемы такие какие-то вообще? Вообще, я в первое время вообще не могла понять, зачем они мне все время спрашивают. А что ты знаешь, хочешь привезти своего мужа? Да не дай бог. Муж сюда. Еще мне старого мужа не нахрен. Не, ну я вот слышал такое в Таиланде, например. В Таиланде мне говорили там, Тайка вышла замуж там за этого как иностранца, как они там, я забыл, что его называют. Забыл, как иностранца называют. Вот. И потом он покупает дом. Ей там, ну в Таиланде дом. Они там начинают жить только. И тут приходит муж, ее настоящей Тайке этой. И говорит, вали отсюда из-за моего дома. Он говорит, вали из-за моего дома. Оказывается, там ничего не принадлежит. Он может только дом оформить на Тайку. Поэтому они так вот дома отбирают иностранца. И муж и приходит нормально, говорит, так, ну вали отсюда мужику. А вот дом купил на свои деньги. В Таиланде, например. Вот такие слышали. Смотри, какие-то интересные. Да, да. А вот какие люди везде ушли. Да, интересно, конечно. И как вот дальше вообще работа была? Ну, в общем, с работой, конечно, это как раз 2011 год был, когда я сюда переехала. Где-то до 2012 года еще как-то у меня вот была работа. Это тоже уборка, да? Ну, все. Я там в домах этих домах работала. Мне там сделали эти контраты доместику. Ну, то есть ее, да, отчисляли налоги за меня. Угу. Семьи, в которых я работала. Ну, тут такой кризис, и они все друг от друга стали отказываться. Это в смысле? Ну, в смысле, что не было у них уже больше средств нанимать. А содержать? Там работники, да. А сами стали дураться, да? Да. А самая большая, вот в Канпоу я работала. Канпоу, это там вилла, ресторан и хостел. Так она вообще и хостел закрыла. Вначале хостел закрыла, потом в ресторане половину всех выгнала. А потом, значит, это... Мне тоже сказала, что я должна тебя уволить, потому что я возьму латиноамериканку, потому что она согласна 5 евро в час работать. А, вот это убираться, да? Да. У тебя сейчас дешево? Ой, очень дешево. А сколько вообще нормально? Ну, там, когда я работала, у меня 12 евро в час. А, это вот уборка, да? 12 евро в час. Это нормальная цель? Нормальная, да. Ну, да. Ну, сколько я зарабатывала? Летом я, ну, 1500-1600 зарабатывала. А, даже столько? Это легально, да, или нелегально? Легально, легально было уже все. У меня там зачитали науки. А на сколько вообще здесь можно жить? У чего? Ну, то, что так вот нельзя, вот это как и жизнь. Ну, если там скромно, например, мы не берем всяких лобстров там, стейки дорогие там. Наши вот люди сюда приезжают, как бы, то ли они хотят пыль пустить, то ли это у них такая вот, ну, как бы, логика. Почему-то они начинают думать, что надо сумку только за 200 евро покупать там. Армани, да? Да. Что, как бы, продолжают тут, ну, пытаться пылью в глаза пустить вот эти. Даже мне вот некоторые тоже пишут, ты ходишь в дешевый магазин за продуктами. Я хожу в тот же, куда все испанцы ходят. А какой дешевый здесь? Диа, да? Ну, я в разные хожу. И в Меркадонну. Ну, это нормальный магазин. И в Кальсум хожу. И в Лидл. Но мне пишут все время, что я хожу в дешевом магазине. Поэтому я нищая. Ну, и ладно, нищая, нищая. А вот, Таня, вот ты сейчас говорила, как там прожить здесь, надо там комнату, вот сумку, вообще надо минимальный бюджет. Ну, вот если найти, ну, сейчас уже комната 300 евро стоит. Месяц дороже? Да, 300. Сейчас 300. Ну, вот, смотрите, 300. Ну, на еду мужик, наверное, 200 евро. 200. Месяц, да? Ну, надо телефон еще оплачивать, там, евро в 40. Ну, если дорога там тоже. Вообще, какой здесь минимальный бюджет нужен такой, где-то там? Нет. Если посудил море, у тебя бесплатно, так? Нет. Комнату снимать. А комнаты здесь нет такого разницы? За 100 евро в месяц, 150? Ну, не знаю. Ну, может, в соседней деревушке там, нет такого? У меня в деревушках вообще... У меня же одна знакомая, значит, снимала комнату с тем условием, что она бабушке помогала. То есть она там убиралась, все за ней ухаживала. Ну, бабушка не могла их платить. И она вот с дочкой, они жили. У нее, да? У дочки была своя комната, и у нее тоже была своя комната. А вообще здесь женщинам легче устроиться. А мужчины вообще куда идут? Мужчины, они все на стройку идут. У вас мужный секрет, то есть они на стройке работают? Нет. У меня муж тут сюда... Ну, как бы, так получилось, что муж, он в основном за границами жил. Его родители корреспонденты были, он практически вырос за границей. Вот. И он здесь работает туристическим водителем. А, водителем. Да. Угу. Ну, вполне интересно. Угу. И как вообще дальше в жизни шла, получается? А какой-то бизнес пробовали открывать? Что-нибудь свое, может быть? Это сложно здесь, да? Нет, а я и не хочу. Нет, не надо. Не интересно? Нет. Мне не надо. Не нужно? Не знаю, мне кажется, такая головная боль. Это... Здесь вообще, получается, больше работодателя защищен, чем... То есть, не работодатель, а работе больше защищен, чем работодатель, да, получается? Ну, я лучше отработаю, домой пошла, я свободная. Угу. И все, да? И потом я здесь хожу и все время вижу, как эти бизнесы схлапываются, и все. А какие именно? Вот кафешки, кстати? Да всякие, кафе. Только откроется, смотришь, опять уже закрылась. Только открылась, закрылась. Сразу же, да? Да. А вообще, вот подали какие-то мошенничества, обманы здесь? Да, попадал. Расскажите. Сейчас расскажу. Значит, в общем, я не советую вам работать у наших. У наших здесь, да? У наших не советую. Значит, как наши обманывают? Работала я в баре у нашей. Она со мной как бы по-человечески говорит, что налоги, ну, дорого очень платить. То есть, бизнес у нее только развивается и все такое. Я говорю, сделаю тебе медиахорнадо. Медиахорнадо – это вот на полдня контракт. Вот. Но работать ты будешь полный день. И вот так полный день работала, работала. А когда пришло время платить, она мне платит 460 евро. А я ничего понять не могу, она говорит, то и было. И типа… Полдня, да? Вот ты же подписала контракт, что на полдня и все. А договорились на совет на полный день, да? Да. И она типа потом забыла, ничего не знает? Ничего не знаю, ты же подписала и все. А и долго так проработали? Нет, она сразу ушла. А, вот этот месяц работали, получается, она не заплатила, да? 460 не заплатила и все, и я ушла. Так, а как сказать еще, что вроде договаривались-то, или они там бесполезны? Да что бесполезны, что? Мне как-то вроде мы же договаривались, там или бумажку, там даже между собой подписать. Так нельзя здесь? Она начала говорить, что да ты ей не работала, да ты плохая и всякая меня стала обзывать. А, вот так даже. Это русскоговорящие? Да. А еще какие варианты? Начик. Тоже работала. Да, опять на те же грабли. Угу. Ну, вообще там вообще ужас был. Значит, я в Колее нашла работу в ювелирном магазине. Угу. Хозяин был хорват. И он говорил на русском языке. Угу. И он мне вот это все, я, нет, он не говорил, что он медиахарнадо, нет. Он сказал, что он мне будет 800 евро платить, вот там, в месяц. И все говорил, все завтраками, вот завтра я контракт тебе, завтра, завтра, завтра. Угу. Контракт сделаю, сделаю. Ну, в общем, пришло время платить, он мне 500 евро только дает. Я говорю, а почему 500 евро? И то же самое началось, да ты там не так работ, да не то делаешь, да не то, да не все, да это. И я ему говорю, ну хорошо, давайте по контракт мне. Контракт. А он мне говорит, а я и не делал на тебя контракт. А, вот так обман, просто обманывать не получается. Да. Ну, я своему мужу позвонила, Алеше, он что здесь столько лет живет, 25 лет. Ну, в общем, мы пошли на него донесли. А, на эту хорвату, да? Да. Полицию. Полицию, через где-то неделю опечатали его магазин, и там налоговая приехала. Здесь полиция работает в этом плане, да? Быстро. Я пришла, там есть такой офис по спорам трудящихся. Я пришла, она мне сказала, что у вас есть рядом кто подтвердят, что вы там работали. Я говорю, что вся улица подтвердит. Вот. И она потом, ну, мне потом девчонки наши русские рассказывали уже. Пришла адвокат, она нас спрашивала, мы говорим, да, с вами там работает. А он всем говорил, что это просто любовница моя тут сидела. Любовница? Да. Это так он так? Да. Месяц сидела любовница просто? Да, любовница просто так сидела. Интересно. Хорваты такие тоже ушлые, да, хорваты? Ага. И то, что его страшно наказали, это сто процентов, потому что он раза три нам звонил и угрожал. Угрожал даже? А что здесь могут угрожать? Здесь же закону-то дотронуться нельзя до человека, посадить сразу. А, он же хорват. А, он типа вообще здесь ни при чем. Так они тоже в союзе живут? Или как это? Так что вот, а в строительстве там тоже обманывают, но обманывают нелегалов, конечно. А, нелегалов, это тоже по деньгам, да? Да, точно. Это не платят имеется в виду, да? А там нельзя как получать там за день, например, за неделю? Ну, по-разному, по-разному там. Некоторые за неделю платят, ну, за неделю. Ну, вот они как бы так за неделю заплатят, как приманка, за неделю там, человек там второй месяц уже, а потом начинают. Я там, у меня денег нет, а завтра уже заплачу. Ну, если так говорят, то мы уже сразу можем понимать, что что-то кинут. Да. Что-то кинут уже. У человека денег нет. Вообще надо останавливаться. Я вам дам совет, вот как вот, не заплатили вот вам, если все, на следующий день останавливаться и ничего не делать. Пока не заплатят, да? Пока не заплатят, ничего не знаю, давайте деньги или я ухожусь. Ну, вот так вот, да. Это у наших или у русскоговорящих? У наших. А у испанцев как-то так? Нет, у испанцев не помню. Все четко, да? Нет, вот испанцы, они даже очень боятся. Сын у меня, он у меня на стройке работает. Пока он не получил бумагу, технику безопасности, этот, ну, начальник даже не разрешал, выходить даже не разрешал. А, это он легально, да, что-то заработал? Да, он уже у него устроил легально. То есть деньги уже шли, но сын у меня не работал, пока вот эта вот бумажка не пришла. То есть как только у него появилась эта бумажка. То, что он имеет право, да? Да, имеет право и работать, и все. Значит, что порекомендуете? Вообще лучше только к испанцам устраиваться, да? Лучше к испанцам. К руссковаящим здесь не стоит. Лучше к испанцам. Наши, ну, я не хочу сказать, что все прям бессовестные, но есть. Это в Ларе-де-Маре или вообще здесь, в округе? Ну, вообще в округе, в Барселоне тоже есть много. Да, в округе. Отсюда вообще ездить на работу в Барселону? Есть, да. Есть такие, да, тоже? Это каждая на электричество получается, да? Нет, они на машинах ездят. А, на машинах ездят. Или что-то не хватает здесь? Ну, если много денег, то комфортно. А, еще много денег. Ну, здесь в основном как-то свои доходы люди с России там живут? Или все-таки здесь чем можно заработать? Да, с Россией. Я так думаю, что здесь очень много людей, которые, ну, они доход в России. А, вот так живут, да, получается? Потому что огромное количество тут, сколько я встречалась, как бы говорят, мы здесь давно, уж там пять лет, шесть. А потом выясняется, что они не разговаривают на испанском языке, ну, а потом, ну, как бы, оказывается, что они только вот приезжают на какие-то периоды. Здесь вообще много недвижимости куплено русскоговорящего много, да? Много, много. А у нас вот этот Фаналс, где мы живем, там очень много куплено. И вообще здесь по статистике проживает пять тысяч русская языка. А здесь есть какая-то русская диаспора там, например? Была, но из-за коронавируса что-то там. А, разбежалась, да? А вообще здесь какая-то ассоциация русскоговорящая, где там продукты дают? Нет, у нас ничего там не давали. Продуктов нет таких, да, здесь? Вот Тревехин, например. А, продукты, ну, у нас есть каритас. Это красный крест, да? Ну, типа красный крест, куда можно сходить. Ну, там прописка нужна, да, получается? Да, прописка нужна, да. Прописка нужна, обязательно, да, вот место. Вообще, порекомендуете подписчикам, стоит переезжать в Испанию жить, переезжать? Ну, в данный момент нет. Нет? Нет, в данный момент. Ну, если есть, конечно, такой удаленный заработок, вот сейчас же как-то работают так программисты, то можно. То есть, если у вас есть хотя бы, ну, как минимум, тысячу, чтобы у вас месяц была тысяча евро, то здесь можно нормально жить. Месяц? Ну, это. Ну, можно снять маленькую студию за 400 евро. Если, если на постоянно снимать, то она будет 400-450 евро. А если вы приедете как турист, то вам заломят сразу тысячу евро. О, вот так вот, да? Они вот так делают. А, вот так вот делают, да? Да. Ну, дурака, типа тут? Нет, это так. Это так должно быть? Ну, да, так и. Вообще, какие-то на разводы мошенников подали? Кидало какой-нибудь там обман такой вот? Там что-то говорили, обманывали, какие бешеные суммы? Ну, единственное, что фиансы могут не вернуть. А, фиансы? Фиансы – это залог. Могут не вернуть, да? Было такое, что не вернули залог. Да, да, бывает. Ну, придраться там, сказать, вы тут сломали, там сломали. Ну, да. Вообще, как я понял, лучше не давать никаких залогов, Не пустят в квартиру. Не пустят? Нет. А потом, получается, могут не отдачить, да? Ну, у нас русские фоткают все. Угу. Каждый угол все пофоткают, потом хозяин показывает, что. Все нормально. Вот это было. А если он докопает, скажет, нет денег, подожди. То что здесь надо делать? В полицию идти? Я не знаю. Что вы здесь? Денег нету. Подожди. Людям уезжать домой надо, у них самолет, билет. Так вот и говорю. Они будут скандалить, что они так и уезжают. Так, получается, кидалово, получается, такое, да? Бывает, кидалово, да. Получается, не отдают просто, и все, нет у меня и нету, да? Угу. Ну, одна знакомая рассказывала, что они просто, ну, эти русские, они выскочили из дома с ключами, и говорили, что мы ключи не отдадим, пока залог не отдадим. Ты когда пошла замок, у меняла и все, так? Нет, ну, что-то он все-таки... Отдали залог? Ну, сколько-то отдали. Сколько-то отдали. Сколько-то отдали. Сколько-то. Стоимость замка? Да. Ну, это, конечно, и что здесь так сейчас встречается получается, да? Нет, нет. Не встречается. Угу. Я работала в апартаментах. Угу. Угу. Я... Да, в четырнадцатом году вообще вся работа закончилась. А, вообще работа не была? Устала. Меня муж отправил учиться в Барселону на ресепционистку. А, ресепшн, да? Да, ресепшн, да. Я получила диплом и потом устроилась в апартаментах, работала. Ну, вот я то же самое занималась тем, что я собирала вот такие залоги, Угу. А потом ходила квартиру, проверяла и отдавала. Нет, я всегда залоги отдавала. Единственный раз я не отдала залог, когда я пришла и было стекло разбито. Угу. Тогда я не отдала залог. Ну, там можно вычислить, наверное, от стекла, так? Правильно? Часть какую-то. Я хозяину позвонила, он сказал не отдавать залог. А вообще не отдавать? Нет. Из-за стекла, да? Да, да. Понял, понял. А, друзья, ссылочка на канал Татьяна будет в описании, поэтому подписывайтесь. Татьяна снимает про Испанию. Про Испанию, да. Я там, ну, все практически рассказала, если вам интересно, поподробнее. Кто на канале есть, да? Да, все на канале есть. Большое спасибо вам. Поехали. 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 Поехали.